МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он помогает детям найти путь к себе, понять смысл своего рождения и свое предназначение. Но самое главное, на занятиях дети учатся любить и понимать себя, отмечает Шулпан Ирсаиновна. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок самопознания. Тема нашего урока – какой я? Прежде чем приступить к уроку, мы сейчас с вами проведем позитивный настрой. Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову. Настрой на позитив является одним из важных вступительных упражнений, которое помогает сконцентрировать внимание учеников на предстоящий урок. По наблюдениям педагогов, постоянное использование упражнений позитивного настроя улучшает память детей, учит их самоконтролю и развивает интуицию. Ребята, я вижу, у вас поднялось настроение после позитивного настроя. Домашним заданием я вам задавала выразительное чтение стихотворения «Почему я не такой?» Пожалуйста, кто хочет прочитать? Так, давай, Марина, ты начни. Почему я не такой? Если станем мы похожи, как узнать друг друга сможем? Станем на одно лицо, как куриное яйцо. Одинаковые носы и однои длинные усы, одинаковые вкусы, те же галстуки и бусы. И на всех один фасон, от пальто и до кольсон, все вокруг одной расцветки. И на все расставим метки. Вам еще не стало скучно? На других ты не похож, тем для близких ты хорош. Им всего милее веснушки, у них раз того андрюшки, отопыренные ушки и курносый нос в Танюшке. Всякой форме и раскраске ваши волосы и глажки. Милых деток очень разных, самых лучших и прекрасных. Спасибо большое, Марина, Салимхан, за ваше выразительное чтение. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. О чем говорится в этом стихотворении? Тимур, пожалуйста. В этом стихотворении говорится о том, что мы все разные. Если бы мы все были одинаковые, то нас бы все время путали. Молодцы, ребята. Правильно вы поняли стихотворение, да? То, что мы с вами все разные. У каждого из нас, ребята, есть свои способности и особенности. Посмотрите внимательно на доску. Цитата нашего урока сегодня. Надо искать свою суть, свои человеческие истоки, свои внутренние силы, изучать свои способности. Этот сказал, ребят, философ Хорхе Леврага. Как вы понимаете, ребята, это высказывание. В этой цитате говорится о том, что каждый человек наделен способностями. Нужно развивать свои способности и талант. Человек, который обладает талантом, вызывает уважение своим стремлениям. Какой я? Кто я? Почему я не такой? На первый взгляд, очень простые вопросы, но с другой стороны, на них очень сложно ответить. Между тем, ответы на эти вопросы определяются нашим отношением к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. Сегодня мы будем с вами говорить о внутреннем мире, о представлении, ребята, формирования вашей уверенности, потому что, ребята, в дальнейшей жизни она вам пригодится. Ребята, я хочу вам сейчас прочитать притчу, которая называется «У родника». Слушаем внимательно, потом я вам буду задавать вопросы. Три путника встретились у одного родника. В том месте, где текла вода, была высечена надпись «Путник, будь чистым, как этот родник». Когда три путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из них, по-видимому, купец, сказал «Умные слова здесь высечены, ручеек от родника бежит днем и ночью, не переставая, и протекает в дальние земли». Особая роль на занятиях по самопознанию отводится чтению и обсуждению притч. Мудрость, которая подается в простой и ясной форме, учит детей думать, находить решение проблем и оценивать свое поведение. Сегодня на уроке ученики обсудили притчу о роднике. Как вы думаете, кто из путников был прав? Я думаю, он был прав третий путник, юноша. Ну, потому что он сказал, что твоя душа должна быть чистой, как этот родник. Я считаю, что все три путника правы, потому что нельзя лениться и нельзя быть злым. Надо работать, не покладая рук. Правильно, ребята, вы поняли эту притчу, и правильные выводы вы сделали по ней. Приступаем к творческому заданию. Перед вами лежит белый лист бумаги. Вам нужно будет его взять и слушать мою команду. Берем правую, нижнюю часть, отрываем бумагу. В верхнюю левую сторону, ребята, отрываем. Хорошо, молодцы. И смотрим на свою бумагу. И что вы можете сказать о наших листочках? У нас у всех получились разные листочки. Это доказывает то, что мы все разные. Вы правильно заметили, у каждого получился свой листок. Мы все с вами разные, у всех свои способности. Кто-то лучше знает математику, кто-то талантлив творчески. Не бывает, ребята, на земле одинаковых людей. А сейчас мы выполним следующее творческое задание. Вы должны будете заполнить анкеты под названием «Вот я какой». Сделать себе презентацию. На уроках самопознания учащиеся ближе знакомятся с собственным «я». Учатся оценивать и видеть себя со стороны. Вот и сегодня в ходе творческого задания дети, описывая свой внешний облик, особенности и манеру поведения, отдельные черты характера, учились анализировать свои собственные успехи и достижения. Ребята, я вижу, вы уже заполнили свои анкеты. Сейчас вы должны будете положить ее в корзину. Сейчас я буду доставать по одной анкете. И вы должны будете отгадать, кто это написал. Первая анкета, ребята. Мне 9 лет. У меня коричневые глаза. Мой любимый цвет – красный. Мое любимое животное – енот. Мое увлечение – плавание. Моего лучшего друга зовут Аллы. Лучше всего я умею играть в футбол. Меня огорчает плохая погода. Меня радует солнышко. Больше всего мне нравится в людях доброта. Самая главная моя цель – стать чемпионом по плаванию. А кто вы думаете, кто это? Тамила. Я думаю, что это Кирилл. Все согласны? Да. Да, молодцы. Мне попала следующая анкета. Мне 10 лет. У меня глаза карие. Мой любимый цвет – розовый. Лучше всего я умею рисовать. Меня огорчает двойка, радует пятерка. Больше всего мне нравится в людях добро. Самая главная цель – хорошо закончить школу. Кто это, Никита? Это Тамила. Тамила, правильно? Да. Как вы считаете? Да. Мне 9 лет. У меня карие глаза. Мой любимый цвет – фиолетовый. Мои увлечения – танцы, фортепиано. Меня огорчает предательство друзей. Меня радует отличный результат. Больше всего мне нравится в людях честность и доброта. Самая главная моя цель – учиться на отлично. Кто это? Конечно же, это Оружан. Вы правильно ответили. Это была Оружан. А теперь, ребята, мы посмотрим, насколько действительно она талантлива. Спасибо большое, Оружан, за твое выступление. Нам очень оно понравилось. Ребята, сегодня мы с вами на уроке говорили, какие мы с вами разные. У каждой своей способности. Каждый индивидуален по-своему. Ребята, и, конечно, желаю вам в дальнейшем, чтобы вы раскрыли свои таланты, способности, если вы до сих пор не знаете о них. Чем раньше вы раскроете свои способности, тем раньше вы найдете свое призвание в жизни. Один умеет здорово танцевать, другой умеет здорово рисовать. Один умеет здорово петь и писать, другой стихи писать. Хочешь быть артистом, должен быть талант. Хочешь журналистом, должен быть талант. Хочешь журналистом, должен быть талант. Только должен быть талант